Ребят, привет, привет, привет! Приветствую вас на своем канале, который называется Дамочка на рыбалочке, зовут меня Леся. Всем еще раз привет! Я вам обещала выложить рецепт картошки, жареной с лисичками. У меня свой собственный рецепт, он несколько отличается от того, что вы можете найти на просторах интернета. В общем, все смотрите, увидите, это будет нереально вкусно. Ну а теперь смотрим, что нам для этого понадобится. Непосредственно самые лисички, картошечка, лук, сливочное масло, оливковое масло, сливки, соль и перец. Лук будем резать полукольцами. Мне нравится, когда лук не мелкий, а такой достаточно крупненький, тоненький, поджаристый. То есть, вот посмотрите, вот на такие вот сегменты будем разрезать наши луковицы. Одной луковицы будет достаточно. Главное, чтобы эта луковица была не слишком меленькая, а такая прям приличного размерчика. Вот эти вот кончики я, честно говоря, не люблю. Поэтому я его просто буду и выкидывать. Так, еще можно лук резать другим способом. Я резала вот так вот. А можно резать вот так вот. Сейчас посмотрим, что получится. Тоже получится достаточно красиво и тонко. Если сомневаетесь, попробуйте. Смотрите. Видите, тоже распадаются. То есть, у нас вот получается. И вот. В любом случае, цель достигнута. Пёрышки у нас тоненькие, полупрозрачненькие, и их много. Следующая на очередь идет картошка. Многие делают вот таким вот образом. Вот так вот кладут, вот так вот режут, да? Вот. Переворачивают и режут опять. Ну, чтобы получились вот такие вот соломки, да? Ну, это не мой метод. Многие режут картошку вот таким вот образом. Вот так вот берут, на досочки прям все нарезают, укладывают, чтобы разрезать ровненько. Но, сразу скажу, это не мой метод. Будем считать, что эту картошку я не резал. Я все делаю вручную. Мне так больше нравится, и это быстрее происходит. Вот, можете посмотреть. Оп, 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 оп. Все. Такая же горка картошки, вот. Только гораздо быстрее и проще для меня. Ну, не знаю почему, но мне на досочки вот так вот картошку резать. Ну, в общем, гораздо удобнее резать вот таким вот образом картошечку, чем на досочки. Оп. Вот такая вот кучка. Остальные картошечки сейчас к нам подтянутся. Вы можете на свое усмотрение резать. Опять-таки, кто-то чуть ли не на четвертинки режет. Но, на мой взгляд, чтобы картошечка была поджаристая, золотистенького цвета, надо как раз вот немножечко помельчить. Ну, и желательно, чтобы более-менее одинаковые были ломтики. Иначе что-то прожарится, пережарится, а что-то вовсе нет. Ну, в общем, картошка у нас порезана, лучок у нас порезан, грибочки у нас предварительно отварены. Как их варить, вы тоже можете посмотреть в моем видео. И сейчас будем приступать непосредственно к жарке. Но жарить изначально мы будем только лук и только грибочки. И будем жарить это на сливочном масле с добавлением оливкового. Смотрим дальше. Ну, что ж, ребят, смотрим дальше. Берем сливочное масло, примерно грамм 50. И кладем его в сковородку. Поскольку сковородка у нас с антипригарным дном, мы уж вилкой царапать не будем, ложкой и так далее. И вот так вот распускаем наше маслице. Ну, сковородка только-только начинает согреваться, поэтому она еще прохладненькая для того, чтобы масло прям моментально все распустилось. В общем, вот так вот распускаем масло. И когда оно полностью распустится, мы уже будем тогда добавлять оливковое масло. Точнее, не оливковое, а растительное с добавлением оливкового. Масло у нас практически все распустилось. И мы добавляем теперь опа, вот такого вот маслица. Так. И следующая процедура у нас будет, это мы высыпаем лучок. Мощность у меня пока максимальная, ребят. но очень скоро, очень скоро я ее немножечко буду снижать. Кстати, сливки, сливки можно взять даже 10-ти процентные. Если у вас есть сливки 33-х процентные, это еще лучше. Но если нету, то можно хоть 10, хоть 20, хоть 15. То есть, какие есть. Но если уж на крайняк у вас нету ничего, добавьте сметаны. Но сразу скажу, со сметаной вкус совершенно другой. на протяжении всего времени, что у нас обжаривается лучок, мы его почти непрерывно помешиваем. Потому что, если только мы на немножечко о нем забыли, он тут же возьмет и подгорит. А нам же не нужно, чтобы он был горелый, какой-то невкусный. Нам нужно, чтобы это был самый лучший лучок в мире. В общем, лучок постепенно приобретает некую золотистость. И теперь самое время отправить к лучку наши грибочки. Для тех, кто не смотрел, как варить лисички, смотрите видео «Варим лисички правильно». И эти лисички, их достаточно обжарить, потому что они уже почти готовы. В смысле, не почти, они готовы. Их достаточно обжарить вот буквально 3-5 минуточек и все. И здесь уже все идеально. Будет все-все-все идеально. Так, сейчас мы лук с лисичками соединяем и обжариваем вместе. Плюс мы это все дело посолим. Посолим и поперчим. Вот так. Все. Поперчили, посолили, перемешали. Крышечкой не накрыли, потому что нам нужно, чтобы немножечко эффект обжаривания был. а не тушением. Поэтому крышкой не накрываем. Ну что ж, смотрим еще разочек. Видите? Все. Лисички обжарили. Лучок тоже. Больше нам не надо, чтобы он коричневый стал. Он такой вот, он уже немножечко где-то подрумянившийся. Где-то как-то. И теперь, теперь фокус. Берем сливки и вот так вот заливаем. Примерно грамм 50 миллилитров точнее. И чуть-чуть вот так вот мы протушим, потому что у нас благодаря сливкам приобретется очень вкусный такой сливочный вкус. Ну, в общем, тортология у меня, конечно, получилась, но вы поняли. И вот так вот все соединится и сливочки, и грибочки. И будет очень вкусно. И, кстати, уже можете бежать и доставать зелень. Зеленый лучок и укропчик, потому что сверху, конечно же, нам нужно будет все это посыпать. Опять-таки, мы ничего не закрываем крышкой, не накрываем, просто вот так вот ждем, когда сливочки выпарятся. И это минут, наверное, пять. Ребят, смотрите, от сливок почти следа не осталось. Видите, так убираем, и сковородка почти сухая, чистая. И теперь вот эту массу мы будем вот в такую тарелочку с сердечком перемещать, потому что сейчас мы будем отдельно жарить картошечку до румяности. До румяности и нам нужна абсолютно чистая сковородка. И чтобы она стала еще чище, я ее сейчас протру салфеточкой. Ну вот, смотрите, салфеткой протерла, а вот это вот чуть-чуть масла растительного я оставила. Я наливаю еще партию масла. Да, ребят, это калорийно, но это вкусно. Картошки жареные без масла еще не придумали, только запеченные в духовке. И теперь помещаем в это масло нашу картошечку. Опа! вот она картошечка. И теперь опять-таки сначала при открытой крышке мы ее со всех сторон будем обжаривать. Главное не забывать помешивать, потому что нам не нужно, чтобы она у нас была подгоревшая. Нам нужно, чтобы она была золотистая. И поэтому мешаем периодически, сразу в две минутки точно. Видите, вот уже немножечко вот некоторые начали коричневеть, становиться золотистенькими, вкусненькими. Ой, ребят, вкусно будет, вкусно. На такую картошку не стыдно гостей позвать, честно, потому что они будут в восторге от этого вкуса. Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему я не соединяю все сразу? Картошку, сверху грибы, и жаришь себе такое, и не паришься. Да потому что если все соединить, то картошка не будет зажаристая, такая, какой я люблю, и какую я хочу донести ее до вас. Мне нравится, когда картошина к картошинке вот такого вот цвета. Это очень красиво и вкусно. Немножечко напоминает даже фри. Если соединить все вместе, то такого уже не получится. Поэтому обжариваем все по отдельности. А вот сейчас уже можно и призакрыть крышечкой. Но опять-таки где-то раз в две минутки переворачивать, иначе подгорит. Вот открыли крышечку, видите, вот она еще более золотистая стала. Перевернули. Еще где-то минут пять картошка будет готова. И можно будет соединять ее с грибочками. А пока смотрим дальше. И, ребят, не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал Дамочка на Рыбалочке. Мне очень нужны ваши лайки, комментарии и ваша подписка в конце концов. Для вас это абсолютно ничего не стоит, а мне очень приятно. Открыли еще раз, смотрим. Смотрите, какая она красивая, какая она аппетитная, с хрустящей, с хрустящей корочкой. И вот, когда уже большинство картошин у нас образовали корочку, вот только теперь мы с вами ее солим в самом-самом конце. Посолили. Ой, надо съесть. Ммм, очень вкусно. Прямо хрустит. И теперь добавляем наши лисички. И картошечка приобретает моментально сливочный, сливочный вкус. И вот так вот перемешиваем. смотрите, какая красота получается. Все шкварчит. Ой, как вкусно, ребята, нам сейчас будет. Очень, очень. И самое интересное, что нам даже не надо это тут еще как-то жарить, зажаривать. Все, перемешали достаточно. Вот, 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 вот. И лисенький, и все на свете. И теперь последний штрих. Последний, последний, последний штрешочек. Это вот зелень. выключаем. Ну, что я вам могу сказать? Приятного аппетита! Конечно же, нужно отведать то, что у нас получилось. Мы так старались, с такой любовью все готовили. Вот, сейчас попробуем. Ребята, в общем, я старалась, я для вас готовила. С вами была я, Леся, канал Дамочка на рыбалочке. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Подписываться, для того, чтобы подписаться, нужно на колокольчик нажать. Сделайте его, пожалуйста, сереньким. Все, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok